Спасибо за просмотр! И старым моим подписчикам, которые постоянно находятся во внимании моему каналу, постоянно следят за новыми выпусками, и к новым подписчикам хочу сказать, вы пришли ко мне не случайно. Ничего случайного в этой жизни не бывает. Комментарии прекрасные. Единственный комментарий был. Пришлось мне ответить. Ну, вопрос был такой в комментарии. Я не понял, о какой паре вы рассказали. Непонятно. Для всех, кто таким вопросом задавался, во-первых, это расклады общие. Это не личные расклады, не индивидуальные. И личные расклады – это уже совсем другое. И личные расклады делаются за оплату. Общие расклады – это для тысячи подписчиков. Вот кто-то попал в эту энергию, в поток этой энергии, в этого расклада, и всё равно они должны сортировать это в своём… Потому что не на все 100%. Некоторые писали даже мне, что 100% всё сошлось. Но это общий расклад. И поэтому, может быть, и меньше процентов. Сортируйте, пожалуйста. Это не личный платный расклад. Я затрачиваю 2-3 часа каждый день для видео, чтобы его снять, чтобы сделать расклад, чтобы его в компьютер скачать, чтобы его обработать, чтобы подобрать правильную картинку, чтобы её подписать и чтобы её на YouTube выставить. И всё заполнить там. Кто этим не занимался, попробуйте заниматься. Посмотрите, сколько работы это требуется. За это мне ничего не капает. Я делаю это просто от своей души для вас, для моих подписчиков, для зрителей бесплатно. Сегодня, если я сделаю, как начнётся первый вариант, будет два варианта. Если кто-то не захочет вступление смотреть, просто может пропустить, я сделаю первый и второй вариант. Ну, в принципе, я уже почти закончила. Тема сегодня такая. Хотела для вас, мои дорогие, о ваших родственниках. Мы посмотрим, какой родственник, ребёнок, дочь, сын или какой племянник или племянница. В общем, выйдут и посмотрим их, их не, ну как, настоящее, что у них происходит или происходило. Опять же, смотрите по себе, по своей ситуации. Пока же у кого-то что-то уже это произошло, у кого-то происходит. И потом разложим на них же и будущее. Что у них неожиданно может случиться. В конце сделаем по вопросу, для каждого варианта по одному вопросу. На магическом маятнике спросим вопрос в ангелохранителе какой-нибудь. Придумайте уже, там уже запишите. Вот, или запомните. Мы начнём, мои дорогие. Так, тему я сказала. Первый вариант. Обсидиан. И давно я не брала зелёный камешек. Это будет акваура, это камешек. Что хотела самое главное сказать. Обсидиан будет для мужского пола, акваура для женского пола. Пожалуйста, не перепутайте. Если вы кого-то задумываете, тогда, чтобы сразу ориентировались, какой камешек. Начнём с мужского, обсидиан, с мужского пола. Как сказал сын, племянник, близкий человек, мужского рода. Ну, пожалуйста, младшие, младшие родственники, младшие родственники. Ни мужья, ни бывшие мужья, ни настоящие, ни будущие. Вот. Сегодня только для родственников таких молодых, которые у ваших младших родственников такой расклад. Кто-то волнуется о своём сыне, кто-то о племяннике. Вот. Мы будем сейчас искать мужского пола молодого человека. его описание и начнём. Какой молодой человек будет описан высшими силами и что о нём они скажут. Ну, вот и вышел молодой человек. Вот смотрите, я сказал, когда молодой человек, вот не вышла ни одна дама впереди, ни одной дамы не вышла впереди. Вот вышел как раз, как я сказала. Вот смотрите, как хорошо нам вышло. Силы отвечают молодой человек, мужчина. Мужчина для любви. Пёник по калам. В общем, король кубков. Ага. Я хочу раскрыть немного на Таро. Извините, это моя собачка. Флоки, Флоки, иди сюда. Иди ко мне. Иди, моя дорогая. Извините. Несяток, неся. Несяток, кавкать. Да. Тут вышел вампиризм. Я хочу спросить. Человек с магическим, может быть, этот человек с магическими наклонностями, может сам вампирить, даже того не знаю людей. Он ли это? Он ли это? Вот спросим Таро. Потому что Таро может ответить более конкретно, да или нет. Он ли это? А как вампиризм? Он сам. Вы знаете, да, ну, это не считается, что это плохой человек. Он употребляет это за борьбу в своей борьбе с кем-то. Если ему что-то надо, то он это будет использовать круто и быстро. Даже быстро карта вышла. Ну, хорошо. Мы сейчас теперь его выложим сюда. Значит, он использует свои сильные качества, такие как манипуляция людьми. Использование их в своих целях. Ну, для борьбы. Мы все используем свои качества для борьбы нашего будущего. Так. Что скажут еще высшие силы о нем? О нем. Ну, он человек, ну, как бы ищет всегда шанс пробиться, своего добиться, на своем месте становиться. Что-то мне сегодня стихами пошло опять. Кто-то у меня стихи сочиняет, пришел ко мне. А шанс этот ищет он в партнерстве. Не обязательно женском партнерстве, ну, паре, как союз, но в союзах. Пускай даже в рабочих партнерстве. В любом партнерстве он ищет всегда шанс. С кем бы он не начал, ну, не заведет партнерство или не познакомился, он ищет всегда из всякого знакомства шанс для себя и для продвижения его жизни в лучшую сторону. Ну, больше всего в ресурсном, финансовое. Я бы хотела спросить, как относится он к вам? Ух ты! Защита, закрыта. Он не хочет, его душа не хочет, чтобы вы знали, как он относится к вам. Хорошо, тогда мы не будем нарушать законы Вселенной. Молодой человек не хочет какие-то нюансы о вас говорить. Его душа не хочет об этом говорить. У него стоит защита на это. Это его право. Хорошо. Тогда остаётся нам посмотреть, что высшие силы ему предназначили, его будущее. Давайте посмотрим. Пусть я не зашпала свечку. Хорошо. 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 Пусть я не зашпала свечку. о будущем что высшие силы скажет ему о его будущем королева чаш он борется с королевой чаши ему тяжело а королева чаш это кто вы нет он у него борьба данный момент или будет общий расклад у кого-то уже происходит с кем-то он борется какой-то королевой чаш и ему тяжело чем закончится для него эта борьба вы знаете королева пентакли вышли а кто это королева пентакли это вы да вы знаете а вот вы как-то повлияли и повлияете на колесо фортуна его и вот как бы раскроете какую-то подлость какой-то обман своими действиями своими действиями вы как-то сами может быть чем-то раскроетесь какой-то может ясновидение или что-то такое или с помощью таро или что-то каким-то да да я спросил да 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 ну шторолах вам что-то подскажет или кто-то но в общем императрица вышла императрица она во всех четырех стихии даже как и жрица очень даже может помочь своим совет или раскрыть им чего-то а он желал вам что-то плохого и почему так повернется колесо фортуны по-другому да нет он вам не желал ничего плохого но у него зависимость дьявол высу зависимость вот как я на самом начале сказала у него очень много желаний финансовых и вот он может даже по головам пройти ну да он как бы королем мечей перевернутым это вообще-то король мечей прямом положении умные вообще-то и не такое как сказать злостный человек но когда он перевернутом виде по то это может слишком эгоистичный по головам действительно пройти хорошо конечно выходит у него дьявол и король мечей он как бы перевернута и все таки хотелось бы знать как-то повернется в добрую сторону у него дорожка может быть когда-нибудь да да есть есть смотрите есть у него это перемена наступит а после чего она наступит может нам сказать пока что нет пока что нет у него сложна сначала какой-то перемены какой-то путешествие может аж куда-то он переедет вот от этой точки может с ним что-то произойти он по-другому будет смотреть на эту жизнь а вы это сильно пострадаете от него но не так умеренно как они говорят что высшие силы посоветуют для этого молодого человека вот когда завершится от эта работа над собой когда у меня начнется работа над собой как только вот тут путешествие какой-то отправить все перемены мест до тогда он встретит на своем пути королеву жезла очень умную женщину и что тогда я задала вопрос и тогда он ступит в силу который который будет род и ему помогать и смотрите вот тут два лев женщина и они взаимодействуют вот переливаются один другое вот они как близнецы у них будут одинаковые цели и тогда будет вступит он силу то которые высшие силы ему дадут для продвижения и улучшения жизни и его понимание жизни с другими людьми и отношения с другими людьми теперь второй вариант девочки дочки племянницы в общем молодые персоны которые вас интересуют родственница близкая родственница который вас интересует и посмотрим кто выйдет какая девочка я понимаю что почему-то многие хотят про мальчиков про мальчиков сыновей посмотреть я вот скажу для чего и выше но тут я второй вариант сказал про девочек императрица вышла ваша девочка твердо стоящая на ногах в прямой позиции с императором ну конечно они не кровники и с ними еще одна девочка не кровница девушка но это пара она у нее есть император или у них есть девочка я думаю что это их не дочь или мы спросим кто это персона рядом выпала почему-то не кровная а не кровная выпала а может это не кровная пират посмотрим что это персона она как бы родственная родственница вашей девочки императрицы нет 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 она как-то связана с императором тоже нет это девочка ну что это девушка это подруга императрицы да это подруга императрицы понимаете карты хотели что-то сразу сказать ваша девочка в паре и у нее есть подруга кубковая почему-то про нее захотели сказать так ваша девочка императрица ну что сказать женщина замужем возможно есть дети может не обязательно но состоявшийся у нее есть император у нее есть муж или твердый уже давно хороший император но император императрица это я сказала бы супружеская пара и что-то захотели карты сказать про ее подругу и мы посмотрим тогда сразу же начнем что будет указываться десятка мечей смотрите беда от этой от этой подруги идет беда в каком смысле страшный суд страшный суд десятка мечей в чем почему клеветать почему она будет клеветать нужда обман обман исторжение брака осторожней вот мать и все плохие карты вышли она клеветала на вашу императрицу клеветала о ее семье ну куда то это клеветали оклеветали ее да а вы знаете у этой подруги у нее почему ее оклеветали у нее все пошло ну как бы сказать плохое плохое ей больно вот смотрите утрата клевета потеря потери потери денежная из-за страшный суд еще раз клевет на нее ну да она клеветала у кого-то из вас да вы знаете кто переплетается и на нее разные клевета клевет и она про кого-то а про кого она клевет про императрицу нет опять говорит нет не про императрицу о каком-то человеке отшельники а что она нехорошие что-то рассказывает о нем да нет просто она раскрыла какую-то тайну или раскроет какую-то тайну а ей туда не надо было влезать да да потому что люди с которыми она против которых она начнет рассказывать чего-то у них есть сила люди силы может быть какие-то ну управители ну да люди работающие в правосудии понимаете может каких-то как сказала управление у нее пойдут неприятности а причем тут ваша ваша императорица ваша родственница ее это как-то затронет ваша родственница да нет ну тогда не хотят ну а что нужно тогда знать про эту подругу да говорят нужно знать про эту подругу что у нее неприятности тяжелые будут вот так ну теперь я это соберу мы хотим теперь ну рассказали про эту подругу хорошо теперь расскажите про императрицу про вашу дочь или родственницу все мы убираем ее зачем зачем она нужно может быть нужно вашей императрице нужно было это вашей императрице не особенно так ладно это это как теперь про вашу императрицу что скажет высшие силы что у нее и ожидается ну сердце у нее исцеляется хотя какая-то потеря и в то же время выздоровление выход из трудности тяжело тяжело но у нее идет идет выздоровление после какой-то тяжелой болезни она медленная такой будет равномеренной может быть какая-то поездка может будет небольшая жертва это жертва она нет они говорят мне какая-то она задумает какую-то поездку куда-то поехать но это не ну ей не поможет это это не не для нее не поменяет ее просто поломать просто планы она как бы даже жертвой будет уйдут там деньги и да уйдут деньги ни за что королеве жезлов ну может быть там который чистый может занимается который или как я не знаю но королева жезла это ведом ведомая женщина может быть даже и врач или какой-то королах или ведьм она 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 может стать там жертвой и нельзя туда ехать да да и нельзя к ней ехать помож помож поможет ли мой расклад ей вашей девочки отменить эту нехорошую поездку да 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 большинство да девочки это общий расклад мои дорогие и мужчины это общий расклад но ответили карты да это застопорит 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 вот эти ой застопорит вот эту неудачу потерю шестерка жезла перевернулась это 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 разгром ее вообще тела вот очень важно вообще-то для тех у кого девочка собралась ехать какой-то ведьме или традиционной врачихи говорят не надо это делать она станет жертвой вы знаете что при разных магических действиях могут сказать что они что-то делают возьмут большие деньги но сами возьмут также ее энергию и человек человека или душу или поменять или возьмут счастье или судьбу счастливую заберут эти люди могут так делать ведьмы могут так делать все и поэтому вам советуют высшие силы чтобы эта девочка не женщина она не совершала это ошибки мне сказали это приведет к плохому концу а будет ли какое-то решение другое которое могло бы вывести ее может если она болеет что-то из этой болезни из этих неудач наконец нетрадиционные тоже нетрадиционные они традиционные ей значит просто поискать тоже нетрадиционные но не ту которую она сейчас выбрала да они говорят да это должен это должен быть это мужчина ну очень император вышел ответ да но это мужчина должен точно мужчина должен быть да еще раз подтверждает да ну ну так вот мне даже мурашки по телу у кого действительно это совпадает у кого такая ситуация пожалуйста вот высшие силы ответили через меня как праведника вам а решать конечно вам вселенная дает ответы через меня а решать всегда приходится нам самим потому что не отменяют решение ваше решение не кто-нибудь за вас так теперь как обещала первый вопрос первый вариант один вопрос первый вариант пожалуйста задайте четкий вопрос представьте вашу англо-хранителя и скажите свое имя и четкий вопрос нам пожалуйста подготовили говорите говорите имя вашего англо-хранителя ой 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 они говорят этот вопрос еще решается вселенной в октябре они говорят будет тогда решение вселенной об этом вопросе надо будет еще задать где-то в октябре тот же вопрос пока что вопрос вопрос будет решен в октябре но вселенная ответит вам в октябре вот а не решен так и второй вопрос для это один вопрос для второго варианта извините представьте ангел-хранитель не забудьте пожалуйста благодарить всех своих ангел-хранителей наставников и и также менять через лайки комментарии подписки за работу чтобы вселенная и высшие силы не забрали у вас в другом потому что за обмен энергии всегда нам нужно расплачиваться просто я не обязательно эти лайки и комментарии но бесплатно идет только от бесов а расплачиваться придется тогда может в другом месте где хотелось бы вам бы не хотелось бы так вопрос для второго варианта пожалуйста представьте своего ангел-хранителя говорите ваше имя и ваш вопрос говорите ваше имя направьте энергию я понимаю вас тут много вы знаете что то такое в январе в январе это прояснится и вы тогда должны задать может в январе тогда тоже тут же показывает вселенная еще не решила как этот вопрос повернуть а вот в январе они будут знать как пойдет это да или нет какой будет ответ этот ответ будет январе это пожалуйста мы будем каждый раз раскладывать и спрашивать маятники вопросы просто запишите его чтобы не забыть и что в январе вы будете спрашивать и я спрошу еще раз этот вопрос вы спросите и мы посмотрим какой будет ответ вот мои дорогие я благодарю вас кому не подошел расклад посмотрите другие варианты посмотрите другие видео или вообще посмотрите другого торолуха который как раз поймает вашу энергию разложит больше подойдет на вашу ситуацию и так как это общие расплаты даже у других торолуха у вас тоже ну большой вероятностью не будет сто процентов очень редко хотя бывает у меня бывает и у других бывает но нужно смотреть по своим обстоятельствам смотрите ну и выбирайте свое понимаете как бы сердце душой выбирайте свое все ненужное просто вы выбрасываетесь головы и оставляете главное свое если вообще своего в этом не видите вообще просто не вошли в эту энергию и не попали в поток и этот расклад значит не ваш был а я вас благодарю мои дорогие и до новых встреч до свидания